Добрый день, глубоко уважаемые жюри! Докладывает Лобанов Михаил. Проблема лечения хирургической инфекции. Хирургические заболевания, в основе которых лежит инфекционный процесс, составляют до 1 трети всех хирургических болезней. Но и на воспалительные заболевания, требующие хирургического лечения, отличаются разнообразием. Они широко распространены, требуют индивидуального подхода и дорогостоящего лечения. Развитие инфекционного процесса в послеоперационном периоде может свести к нулю результаты оперативного вмешательства. Хирургическое лечение гнойно-воспалительных заболеваний часто бывает этапным и не должно обходиться без локального воздействия на очаг воспаления. Для местного лечения используются разные методы. Это и ВАК-терапия, облучение ультрафиолетовым излучением, низкочастотным ультразвуковым облучением, лазерным излучением, метод гипербарической оксигенации, управление абактериальной средой, плазменная обработка ран, дренирование. Однако распространенность методов главным образом обусловлена материально-техническими возможностями лечебных учреждений и существующими традициями. Каждый из методов имеет свои показания, противопоказания и недостатки. Озонотерапия. Механизм воздействия. Используется устройство, которое генерирует озон, и при подаче которого к очагу инфекции происходит бактерицидное воздействие газовой смеси на возбудитель. Путем запуска реакции перкисного окисления липидов. Доказано, что более подвержены бактерии, имеющие грамм положительного окрашивания. Также для воздействия эффективного требуется быстрота подачи ионизированного воздуха и создание целенаправленного воздушного потока. Современные исследования показывают, что для действия озонотерапии, для ее бактерицидного воздействия, необходим не только сам озон, а также положительный и отрицательный ион. Но их жизнь составляет микросекунды. Однако в виде кластеров может достигать до 1-2 минут. Но для именно эффективного бактерицидного воздействия необходима быстрая подача ионизированного воздуха. Цель исследования – это сравнение бактерицидного эффекта прямого ультрафиолетового излучения и потока ионизированного воздуха в гнойной хирургии. Материалы и методы. В нашем исследовании использован биоматериал от 29 пациентов. Забор материала осуществлялся двумя стерильными тампонами. Для каждого случая сравнили количество колониообразующих единиц в посеве биологического материала без оглучения с количеством коев в посеве материала после бактерицидного воздействия. При первом способе использовался тампон, и он располагался в тугусе с выходным отверстием около 5 мм. При втором способе с выходным отверстием 15 мм. и при третьем варианте происходило воздействие восходящим потоком воздуха. На данном слайде представлены этапы. Это забор материала, помещение в стерильную пробирку, культивирование и контроль роста бактерий. Собственно, следует. На картинке А представлено облучение биоматериала на торце тубуса диаметром 5 мм, вверху и внизу с диаметром 15 мм. На картинке Б представлены специально сконструированные пробирки и вариант облучения потоком. В посеве выявлялись, как правило, грамм положительной коки или грамм отрицательной палочки, а также грибы рода кандида. Наши результаты. Мы видим, что значительное снижение коя представлено в значительной мере при воздействии восходящим потоком ионизированного воздуха на биологический материал. Время экспозиции составляло 2 минуты. Возможное развитие идеи. На данном слайде представлена насадка-компрессор для зонотерапии. На данном слайде представлены механизмы крепления и общий вид насадки компрессора в сборе. На данном слайде представлен вариант применения насадки компрессора. Это крепление к аппарату УФ-облучатель типа «Солнышко» и вариант крепления на решетке рециркулятора. Преимущества. Насадка-компрессор обладает мобильностью, а также она имеет возможность сочетаться и крепиться к любому устройству. Также это быстрота подачи ионизированного воздуха, который в себе содержит и озон, и ионы. А также это таргетная доставка за счет того, что мобильность продукта позволяет доставлять в любые глубокие места организма. Также это продукция оптимальной концентрации озона и ионов. Это отсутствие токсического эффекта для врача и пациента и возможность создания локальной абактериальной срывы в глубоких слоях ткани. Процесс эксплуатации. Насадка-компрессор надевается на источник ультрафиолетового излучения с помощью механизма крепления и прокачивает озонированный и ионизированный воздух из корпуса источника ультрафиолетового излучения через дренажную систему в рану или полость тела, создавая абактериальную среду и воздействуя на возбудительные инфекции. Основные потребители – это могут быть лечебно-профилактические учреждения, хирургического профиля, стационары, поликлиники. Также это могут быть дерматовенерологические клиники, в частности, для воздействия на пио и стафилодермини. Устройство может использоваться при любой хирургической инфекции для местного лечения, что позволит сократить сроки лечения и затраты на медикаментозную терапию. Также данный проект был представлен на конкурсе «Новомед-2022», где был высоко оценен жюри и получил лауреаты первой степени. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok